Would you come with me and go away? Мне просто даже интересно, можно ли сделать макияжем глаз подобную форму, лисью и без всяких подтягиваний, висков, а тем более операций, сделать что-то со своими глазами. Так мои глаза выглядят сейчас, они достаточно прямые, какие-то нераскосые. Первым, что я использую, чтобы выровнять тон, я нанесу консилер на веко, немножечко, чтобы выровнять оттенок. Я люблю использовать обычный консилер и просто пальчик. Очень удобно. У кого-то скатывается консилер на глазах, у меня переживает это, в принципе, нормально. Хоть у меня и достаточно нависшая века, если не поднимать брови и расслабить, потому что обычно я не хожу вот так, но когда разговариваю, очень часто поднимаю брови. Не подбираю слишком близко к ресницам, потому что не хочу их выбелить. Я не люблю себя прям сильно переделывать, но нарисовать очень натурально мне, конечно, нравится на глазах. Пока что выгляжу как призрак. Я не буду запудривать глаза, буду использовать сразу же тени для глаз. Использую свою старую добрую классическую палетку от MAC. Тут коричневые и натуральные цвета. Я буду использовать телесный цвет и нанесу его на веко. Нанесу в косточку и распределю по веку. Сейчас я буду ставить акцент коричневым, темно тоже коричневым цветом. И сделать это нужно правильно. Это, наверное, самое главное в расставлении теней. Чтобы глаз казался больше, я поставлю акцент чуть выше. То есть не в складку буду свою наносить, а чуть повыше. И буду оттягивать к виску. Но самая темная область должна у меня быть чуть выше складки. И таким образом увеличивается пространство как будто бы подвижного века. Достаточно понятно объяснила? Дальше я продолжаю прям на висок тушевать эти коричневые тени. И если посмотреть в анфас, то как будто бы глаз стал чуть-чуть повыше по сравнению с этим. Тут делаю, стараюсь сделать то же самое. Ну и чтобы не перетемнять глаз тенями, я буду сейчас добавлять блики. Сейчас глаза стали визуально как будто бы чуть повыше. Чтобы не перетемнить века, я сейчас буду использовать светлый достаточно цвет. Это может быть либо очень светлый хайлайтер, либо просто светлые тени. Почти белые на самом деле. Их буду использовать как акцент. Это палетка G-Free Star, но не обязательно использовать это. Можно использовать все, что угодно. Перламутровый цвет. Матовые тени уже смотрятся не очень натурально. Наношу немножечко под бровь. Таким образом я как будто бы продляю свой глаз еще дальше. Я наношу на внутренний уголок глаза. Таким образом я чуть-чуть освежаю макияж, который мог быть слишком темным. И по центру века. Остатками прохожусь по центру века, чтобы создать такой живой взгляд. Глаза стали визуально повыше, и макияж вроде бы не выглядит перегруженным. Я сейчас буду переходить к ресничному краю. Мне очень нравится делать стрелку карандашом. Так я могу контролировать процесс. Я буду использовать карандаш Lamelle и щеточку скошенную, которую я использую обычно для бровей. Я также ее использую для прорисовки стрелок. Она жесткая, удобная. Заказываю на Express. Самое главное нанести карандаш между ресницами, чтобы не было никаких пробелов. Это вообще в любых макияжах. Белла ходит, Моники Белучи. И просто вашим дневном самое главное прокрасить между ресницами. И так они будут выглядеть очень красиво и пушисто. Внутренний уголок глаза я прокрашиваю карандашом и прям ставлю в глаз и удлиняю внутренний уголок глаза. Стрелка у меня будет очень тонкая, прям полупрозрачная, потому что весь акцент будет на ресницах. Стрелка будет прям карандашом, потому что у Беллы постоянно очень натуральные макияжи. Так вот выглядит стрелка. Это стойкий карандаш, который не должен смыться. Ну, конечно же, не нужно в нем прям бегать и заниматься спортом. Но в целом очень стойкая вещь и не должна смыться. То же самое делаю на втором глазу. Вот так вот глаза выглядят с обычной стрелкой. Сейчас я буду красить ресницы. Обязательно буду использовать керлер. Это, наверное, одна из главных вещей для того, чтобы ресницы стояли. И обычная черная тушь. Ресницы у меня будут воздушные. Я их сильно не прокрашиваю, потому что я буду их наклеивать. И то есть она прокрашивает тушью основание ресниц, а кончики у нее естественные. И, конечно же, она клеит дополнительное. Как только тушь застынет, я уберу, где она отпечаталась. И все будет здорово. Чтобы дополнительно поднять взгляд, я буду клеить накладные ресницы. Это накладные магнитные ресницы Influence Beauty. Они с магнитным лайнером. Чтобы вы понимали, то есть ты наносишь просто лайнер и примагничиваешь ресницы без клея. Для начала я должна примерить ресницы, как они будут смотреться. Эти ресницы как раз-таки с лисим эффектом. Коротенькие у основания и длинные на концах. Померяю ресницу. Если она подходит и подрезать ее не нужно, просто буду сейчас наклеивать. Точнее, примагничивать. Длина этих ресниц мне подходит. Подрезать я их не буду. Сейчас воспользуюсь лайнером магнитным. Это, конечно, очень интересно, потому что впервые я вижу магнитные ресницы с магнитным лайнером. Выглядит как белая подводка, а это магнитный лайнер. Я прям как будто бы рисую стрелку, наношу этот магнитный лайнер на веко. Не жалею. Он абсолютно прозрачный. Выглядит вот таким вот образом. Снимаю ресницу с магнита и немного разминая в руках, для того, чтобы она просто стала чуть-чуть подвижнее. Ресницы действительно просто сами приклеиваются в нужном направлении. И нету заморочек, как с клеем, что он засохнет. Ресница просто встала на место подводки. Ресницы сидят прям очень плотно. Я не думала, что это сработает, но это сработало. И ресницы без какого-либо клея, они держатся вот на этом лайнере. Никакой магии, просто магнитные ресницы. Я в шоке. Я до сих пор не могу поверить, что я просто нанесла магнитную подводку, и у меня уже готовы накладные ресницы. Это выглядит как-то так. Я уже приоделась в стиле Белла Хадид. Какой-то такой у меня получился макияж. Алисий взгляд, Белла Хадид. Надеюсь, вам понравилось это видео. С вами была Даша Кей. Увидимся в следующих видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok